Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас довольно такая интересная тема по поводу личного времени врача и вообще о работе и на самом деле давать ли какие-то свои телефоны клиентам и как вообще вести свою работу. Я могу вам сказать, что у нас такая сеть социальная для клиники, постоянно периодически происходит такой вопрос, можно ли давать, надо ли давать телефоны, контакты клиентам. Очень часто я знаю многие ветеринарные клиники или владельцы ветеринарных клиник запрещают давать контакты, потому что они думают, что таким образом клиенты утекают, убегают и так далее. Вот этот вопрос. Ну и собственно говоря, проблема-то как раз в том стоит или не стоит давать свои телефоны, свои контакты клиентам и потому что многие ветеринарные врачи придерживаются мнения, что как бы давать наверное все-таки не нужно. Почему? Ну они этим самым, почему так собственно говоря говорят? Потому что ну зачем я буду давать? У меня есть свое какое-то свободное время, я там хочу провести с семьей, там с детьми, куда-то там отвлечься и что-то там делать именно в свое свободное время. То есть вот такой вот аргумент. В нашей клинике могу сказать, что многие ветеринарные врачи именно по этой причине не дают свои контакты. То есть они считают, что можно прийти как восьмичасовой рабочий день, отработал говоря и ушел. Вот. Есть другая точка мнения, точка зрения, которая как раз прямо противоположная. Что контакты надо давать, контакты раздаются всем, печатаются в визитке, где личные контакты ветеринарного врача, телефон, почта и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это прям в нашей клинике по крайней мере приветствуется. Вот. Ну почему приветствуется? Ну понятно почему, потому что есть одно очень хорошее правило. Если ты хочешь развиваться как ветеринарный врач, если ты хочешь накопить какую-то клиентскую базу, если ты хочешь, чтобы твои пациенты лучше выздоравливали, то нужно находиться на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вот если вы во главу угла и целью изначально своей ставите вообще, то есть вот вы пришли на работу, вы хотите быть ветеринарным врачом, и вы ставите себе цель. Я хочу быть ветеринарным врачом, я хочу, чтобы мои пациенты выздоравливали, я хочу, чтобы они хорошо поправлялись, я хочу, чтобы у меня количество этих пациентов становилось больше, я хочу, чтобы я со временем научился лечить их лучше, то тогда в этой ситуации существует единственный вариант. Вы на работе находитесь 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Для этого вы должны быть постоянно в контакте с врачами АРИД, с клиентами, с другими своими коллегами, тогда вы этого, если вы эту задачу перед собой поставили, тогда вы ее будете добиваться именно вот такими способами. Если у вас такой задачи не стоит, то, конечно, добиваться вы ее и не сможете. Поэтому, если вы хотите просто приходить на работу, отрабатывать какое-то свое время и уходить, то вы должны четко знать и понимать, что быстрого роста вашего как врача не будет, пациенты будут, к сожалению, погибать, потому что кроме как вы лучше лечить того или иного пациента, не знает больше никто, потому что вы потратили максимум времени для того, чтобы изучить, как лечить этого конкретного пациента. Вот это прям четко понятно. Могу сказать, что по моему очень длительному 30-летнему опыту я пронаблюдал за появлением и ростом очень большого количества ветеринарных специалистов, не только в нашей клинике, но еще и до этого я работал в каких-то других клиниках. Так вот, могу сказать четко с полной ответственностью. Все те ветеринарные врачи, которые во главу угла вставили жизнь своего пациента, качество своего лечения, максимальный контроль за состоянием того или иного именно пациента, они, в общем-то, очень быстро накапливают опыт и достигают максимальных результатов. Понятно, что с этим связаны и определенные очень большие проблемы. Чаще всего, конечно, связаны больше с личной жизнью у ветеринарных врачей. Я много раз это наблюдал, причем обоих полов. Когда я в молодости договорился куда-то пойти, приезжаю в клинику, а тут у кота разрыв легкого. То есть ты договорился куда-то 20 лет назад, это было в моей жизни. Да, мы сейчас поедем туда, в кино пойдем. Ну, а тут пришел кота, у которого разрыв легкого. Но понятно, что какой может быть уже фильм, когда тут кота, у которого разрыв легкого. Ну, то есть вариантов нет. Ну, были другие ситуации в моей жизни. С другой стороны, когда притаскивают домой кота, какого-то, или там кошку, там какую-то операцию сделать, или еще что-то сделать. А там партнер другого пола говорит, что это ты кота притащила домой, и там лечишь его, там оперируешь его и так далее. То есть эти проблемы, они, конечно же, есть. Но тут выбор сложный, да. То есть либо искать ветеринарного врача, который с тобой одной крови и думает так же, как и ты. Ну, либо просто заниматься можно в ветеринарии, да. Ну, это будет так худо-бедно через пень-колоду. То есть вот единственный такой вариант тоже тут будет. Я вот тоже не очень люблю праздники, да. Потому что как Новый год, если наша клиника закрывается на дезинфекцию, даже все равно надо делать какое-то еще что-то, да. Там все три клиники. И у нас были ситуации, когда там не оставалось, или оставался там один-два человека, варит, да. Ну, и они не справлялись, да. Ну, это было там лет 5-7 назад такие пациенты. Я вот все время этого не любил, потому что я понимал, что, да, мы сейчас будем, мы закроем клиники, там, может быть, какой-то корпоратив у нас будет. Но за это, к сожалению, кто-то из наших пациентов заплатит нашей своей жизнью. Вот. И это происходит так всегда. Да, и я поэтому очень не любил и не люблю до сих пор вот эти праздники. Потому что я понимаю, что если это праздник, если врач ушел, собственно говоря, ну, мы все знаем, что лучше не попадать в новогодние, в новогодние, я говорю про людей, да, в новогодние праздники в больницу, да. Потому что, ну, шанс, что тебя вылечат, падает в разы, вот. В медицинских учреждениях, да, в ветеринарных то же самое. Поэтому, ну, наверное, такой рецепт тем специалистам, которые хотят быстро стать ветеринарными врачами, ваш телефон должен быть включен постоянно, всегда вы должны быть на телефоне, всегда постоянно быстро отвечать, ну, и тогда, конечно же, ваш рост будет быстрым и довольно хорошим. Ну, конечно, хотелось бы попросить владельцев животных, они, к сожалению, часто очень злоупотребляют, да, и вот этой возможностью связаться с ветеринарным врачом, да, то есть начинают заниматься всякой фигней, да, там некоторые начинают ругаться, еще что-то, ну, это тоже сильно влияет на ветеринарных врачей, да, и как раз, поверьте, никаким образом качество лечения вашего питомца от того, что вы позвонили врачу и там начинаете выносить у него мозг, да, то есть вы себя успокаиваете, а врачу мозг выносите, никак не улучшается, вот поверьте мне, да, то есть скорее наоборот, скорее наоборот, то есть ветеринарный врач смотрит, о, е-ба- е, опять эти сумасшедшие звонят, зачем я буду подходить к телефону, все, знаете, поэтому это вот в буквальном смысле так, поэтому лучше так тоже не делать. Делайте для себя выбор, если вы выбираете в сторону улучшения своих профессиональных способностей, своих возможностей как ветеринарного врача, то тогда вы должны быть в курсе состояния ваших пациентов постоянно, это сложно, да, поэтому ветеринарных врачей, занимающихся лечением мелких домашних животных, очень мало, да, то есть очень мало этих людей, которые реально могут хорошо лечить, ну, вообще ветеринарных врачей мало, да, которые занимаются лечением мелких домашних животных, а тех врачей, которые очень хорошо и очень достигают больших результатов в своей работе, их еще меньше, так вот, абсолютное большинство из этих врачей находится на, в контакте, да, с своим пациентом, да, вот 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это сложно, это тяжело, но тогда, наверное, не стоило делать выбор в сторону профессии. Вот приблизительно то, что я хотел вам сказать, смотрите наши дальнейшие эфиры, следующие, а еще у нас есть вопрос, если владелец злоупотребляет время врача, но не понимает этого, как быть, да, я уже почти ответил на этот вопрос, как быть, если он, ну, слушайте, ну, не хочется сказать грубо, да, вот, ну, просто, наверное, слушайте, ну, у меня есть такой, такой вариант, да, переходить на WhatsApp и отвечать просто односложно, потому что чем больше вы начинаете, тем, то есть я просто вам говорю, как вот, как я общаюсь вот с такими клиентами, с такими вот, которые начинают злоупотреблять, да, начинают, собственно говоря, смысл же не то, что они злоупотребляют, они пытаются поговорить с врачом для того, чтобы получить самоуспокоение, то есть они требуют от врача, фактически, оказать им помощь психотерапевта, то есть они для этого это делают, это чаще всего именно так происходит, вот, в этой ситуации можно, как я делаю, да, то есть я говорю, что вот здесь среди нас есть вы, я и пациент, и я буду работать в интересах моего пациента, то есть питомца, а не вашего, то есть я не психотерапевт, я не занимаюсь лечением людей, то есть можно так вот таким людям говорить, можно переходить в WhatsApp, да, то есть вы приходите в WhatsApp и начинаете просто писать, написать много не удастся, ну и, соответственно, просто четко, коротко, тремя-четыремя словами, ну, либо другой есть вариант, если вы хотите накопить вот такое количество, ну, скажем так, если вы заинтересованы, кстати, вот этот очень важный вопрос, да, которым, собственно говоря, используют очень много, многие ветеринарные врачи, они оказывают помощь клиенту, то есть пациенту, то есть вот этот человек, который как раз злоупотребляет, он не злоупотребляет, он так делает не потому, что он плохой человек, и он, а потому что он хочет найти самоуспокоение, ну, и для части ветеринарных врачей, которые не могут, скажем так, ну, или могут, но не очень у них это получается хорошо лечить, могут пойти по этому пути, можно просто отвечать всем долго и оказывать психологическую помощь, тогда вот эта часть клиентов, пациентов, часть клиентов, которая требует психологической помощи, она у вас будет в пуле ваших клиентов просто увеличиваться, они будут вам по поводу и без повода названивать, да, что-то расспрашивать, и вот у вас будет получаться такое общение. Я знаю таких врачей, которые именно, пользуясь вот этой человеческой слабостью, повышают количество клиентов у себя, просто вот оказывая психологическую помощь, ну, да, Мария Ивановна, что там у вас, о, и у вас, как у вас сегодня курицы, как у вас куры в этом году несутся, о, хорошо, ну, хорошо, ну, супер, здорово. То есть некоторые даже потенцируют, вот, вызывая на разговор клиента, да, для того, чтобы в какой-то мере стать для него, ну, скажем так, ну, не другом, ну, каким-то товарищем даже в чем-то, да, вот. Ну, таким образом можно немножечко подзамазать свои неудачи в лечении. Поэтому вот такой вот очень важный момент. Ну, и такие врачи есть, да, то есть они есть, существуют, да, и потом клиентка там, да, не понимает, почему кошки живые, задние лапы же не ходили, вот, и же там блокады делали, она же не поправилась. И даже когда уже опухоль головного мозга уже удалили, показали видео, вот, у вашей кошки было, ой, а что же с задними лапами? То есть вот такой вариант тоже возможен, и им тоже пользуются многие. Вот, ну, то есть все, что я хотел сказать, с удовольствием будем продолжать нашу работу в дальнейшем, задавайте ваши вопросы, будем их освещать. Я думаю, что это будет полезно сейчас всем. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok